Экзотический орех, который обычно доступен в виде кокосовой стружки, не только ароматен и вкусен. Кокос обладает рядом полезных свойств и может улучшить состояние организма при многих заболеваниях. Кокосовая вода, содержащаяся внутри плода, это не кокосовое молоко. Кокосовое молоко изготавливают из мякоти кокоса, копры. Из нее же делают масло и стружку. Кокосовая вода отлично утоляет жажду и обладает антимикробными свойствами. Кокосовое молоко нормализует гормональный фон, снижает уровень холестерина и обладает рядом других ценных качеств. Кокосовое масло с большим успехом используется в косметологии. Оболочка, покрывающая кокосовый орех, идет на производство ортопедических матрасов, а также используется для улучшения качества грунта и питательности почвы. Мякоть кокоса питательна, насыщена полезными жирными кислотами, способствует восстановлению организма после физических нагрузок, полезна для регулирования микрофлоры желудочно-кишечного тракта при колитах и язве желудка. Употребление кокосовой мякоти в различных вариантах помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и обеспечивает нормальное функционирование щитовидной железы. Кокосовое молоко содержит вещества, стимулирующие обменные процессы, которые также препятствуют появлению тромбов и способствуют укреплению сосудов. Продукты, содержащие кокосовую мякоть или кокосовое молоко, стоит добавить в рацион при артрите, воспалении суставов и для укрепления нервной системы. Масло кокоса используется в косметологии для увлажнения, питания и освежения кожи. Витамины, входящие в его состав, замедляют процессы старения. Кокосовое масло входит в состав многих средств для ногтей и волос, гелей, шампуней, смягчающих бальзамов и кремов. Лишний вес и ожирение – это прямые противопоказания к употреблению кокоса в любом виде. Больным сахарным диабетом перед введением кокоса в рацион желательно проконсультироваться с лечащим врачом. Клетчатка, обильно содержащаяся в кокосе, может вызвать сильную диарею, поэтому людям, предрасположенным к расстройствам желудка, следует быть осторожными. И перед тем, как съесть кокосовое печенье, конфету с кокосовой стружкой или выпить капучино на кокосовом молоке, хорошо подумайте. В редких случаях кокос способен вызвать аллергические реакции. Здесь важно учитывать индивидуальные особенности организма и личную переносимость. Кроме того, кокос – продукт тяжелый и противопоказан детям до 3 лет. Большое спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok